Привет, это Владимир, реальная стройка и самое время крышевать наш барнхаус. На объект! Надеюсь, камера чистая. Значит так, ребята, мы знаем, что Маурлад надо крепить на 12-ю шпильку. Но мы не стали закладывать шпильку в армопояс, потому что иначе мы бы не могли натянуть пленку, нормально его выровнять. Да, конечно, в крайнем случае можно крепить на анкера. Но анкера у нас нету, а саморезов вот таких, с других объектов, ну вот этих вот, нагелей, только не таких коротких, а подлиннее, у нас несколько десятков. И поэтому мы их применяем. Каждые 20-30 сантиметров мы сверлим. Маурлад держится мертво. Плюс здесь же будет барнхаус, то есть вот эта часть крыши будет соединяться с этой частью крыши, и там будет специальный элемент. То есть Маурлад наша задача только от движения в сторону. Вверх он не улетит. От движения в сторону почти 30 с лишним штук. Здесь крепежа такого более чем достаточно. Окна же пластиковые не уносит. Но вы так не делайте. Делайте или на шпильки закладные, или на анкера. Теперь дальше. Вы скажете, почему такие маленькие окна, почему сделаешь больше? Потому что у нас будут наслонные стропила. Наслонные стропила это стропила без затяжки нижней. И если не сделать армопояс, который будет их сдерживать от раздвижения, дома посередине и лопаются. Мы так делать не хотим. И поэтому сделали полноразмерный армопояс. Полноразмерный. И также он перемычки над окнами. Для того, чтобы наслонные стропила без затяжки, которые будут формировать наклонные потолки этого этажа, не разъезжались, не разрывали дом. Поэтому Маурлад мы прикрепили на нагеле. Армопояс уменьшил окна. Была идея сделать треугольное окно вот там в верхах и вот там вот. Потом от этой идеи отказались, потому что тогда надо сделать вот эти фронтоны наклонные, тоже как армопояс, бетонные балки. Иначе все это не будет держаться. Из-за сильного удорожания отказались от этих треугольных оконах во фронтоне. И решили сделать фронтон сплошным. И поэтому и окна вот такие низкие. Вот. Я метр восемьдесят. Вот. Ну, посмотреть нормально будет. Тут всего маленькие две комнатки по десять квадратов. И вокруг лестницы здесь такой, так сказать, предбанник. Поэтому этих окон более чем достаточно. Поэтому такое решение и применили. Кстати, пленку срезать не стали. Пленка, которая натянут армопояс набирающей прочностью. Так и оставили. Пусть набирает прочность. Хотя мы сейчас его сверлили. Забодали сверлить по нескольку раз туда-сюда. Засверлились, иначе нагель не закрутишь. А штрикает пятьдесят ньютон метров шуруповерт, но не закручивает. Поэтому несколько раз туда-сюда буром водили, как вы видели на видео. То есть, сегодня вечером только двое суток этому бетону. Но из-за вот этой бешеной жары он уже набрал, мне кажется, ну, сто не сто процентов, 75 в прочности он набрал. Нашли геометрическую середину фронтонов. Выпилили в них паст шесть сантиметров, потому что доска. Плюс обернуть ее рубероидом. Плюс вот здесь вот вставили, чтобы она не шаталась. По вертикали выставили фанерки. Вот так вот насквозь три штуки отсюда. Три штуки отсюда. Закрутили. Все, у нас получился прогон, по которому мы ставим крайние стропильные ноги. Сейчас посередине подопрем стойкой, потому что мы проверили. У нас два миллиметра все огуляет плоскость того фронтона с плоскостью этого. А посередине порядка, наверное, миллиметров семи. Надо будет поддомкратить и убрать тогда, когда соберем все стропильные ноги. Вот так выглядят они. Предупреждение. Я не являюсь специалистом в возведении крыш. И делаю так, как делаю. Не обязательно повторять. И вот погналась сборка по прогону серединному полностью этой всей системы. У нас такие обрезки досок, какие есть винтом поведенные, с тех и собираем. К прогону здесь причаливают. Пока мы прикручиваем саморезами, но это временно. Потом все на гвоздях пройдем. Просто от того, что сейчас это временно, чтобы потом, если мы ошиблись, не выламывать, не вырывать загнутые гвозди. Вот там подрезали не очень точно, подложили фанерку. А здесь вот так натягиваем шнурок. То есть здесь как бы шнурком является сам прогон. Здесь шнурком является шнурок, который натянут вот к той части. По уровню выставили прогон, подперли пока вот здесь вот стойкой. Потом разберем, посмотрим. Если просядет, то здесь будут перегородки. В перегородке сделан интегрированный столб, который видно не будет. Который этот прогон будет держать. И плюс будет сделать несколько перегородок, которые будут поддерживать балки. Каждые 58 сантиметров ставим, потому что 60 сантиметров вата. И поэтому мы ставим так, чтобы вата с натягом вставлялась. 59 многовато, потому что доска вот ее поведет и может вываливаться вата. 58 точно будет держать хорошо. Маурлад пока так прикреплен. Потом будет спецкрепление от того, чтобы давление снеговое не преобразовывалось в разрывающее усилие. А потом покажу. Здесь, понятно, вектор этот давит на это, этот на этот. То есть вектор нейтральный. Здесь на 200, здесь на 150. Но мы еще здесь прогоним бруском на 50. То есть можно было, конечно, сразу на 200 купить доски. Ну, доски. Но у нас были доски на 150. И как следствие, мы их и используем. Вот тут сверху они пройдут. Для того, чтобы мы 15 сантиметров ватты засунули. И у нас был вентиляционный зазор. Но это все увидите вы потом. Так как мы стропильный здесь уже над лядой установили, вон они. Мы сняли здесь то, что закрывало ляду. И как следствие, сняли все доски. И вот полностью перекрытие готово. Как был строительный подъем вверх, тогда же в ноль не опустилось. Но могу потом показать, когда будем залазить. Вот они все доски. Вот они запиленные стропильные ноги. Вот тут расходка. Какие-то мы дефектуем, выкинем. Какие-то будем использовать. Вот 6-метровые доски. С них получается всего одна стропильная. Потому что стропильная получается 3 метра 20 сантиметров. А у нас вот эти обрезки 3 метра 8 сантиметров. Поэтому они получаются... Сейчас покажу. Сейчас покажу. Не вот такие заостренные. Если бы они были 3 метра 20 сантиметров. А вот такие куции. Тут как бы треугольничка вот такого вот. Ну грубо говоря, вот такого не хватает. Но мы эту проблему решим. То есть вот в шаблоне, который является нижней частью, абсолютно сходит на нет. А в досках по факту получилось, что куции. Где-то чуть больше доска, где-то чуть ниже. Вы скажете, как же ты выведешь край обрешетки. Потом покажу, как я выведу край обрешетки. Это все давно уже планировалось. Поэтому из 6-метровой доски две стропилины не получается. Весь пенопылос срезанный сразу сложили в мешок, чтобы он не летал по всему объекту. Еще раз показываю перекрытие. Все ништяк. Тема, было покушение на меня. Видели покушение? Ветер большой. И доска сверху на низ упала. Сейчас надо ее обратно забросить. От движения на слонные стропила мы не очень сильно крепим к Маурлату. Мы крепим весь стропила, Маурлат. И все вместе, насквозь, арматурой номер 12 мы засверливаем туда аж. Для того, чтобы ни при какой снеговой нагрузке они не сдвинулись. Так как мы не делали шпильки. Ну и Тема начинает. Чтобы нас не критиковали, вот смотрите, это крутой бур с четырьмя заходами. Это мы с Темой такой бетончик намесили. Все, сейчас Тема забивать будет арматуру. Вот 12 арматура, вот кувалда. Бьем до звона. Все, она звенит. Она до донышка дошла. Сейчас я Теме подам. Болгарку он обрежет. Все, теперь отпиливаем избыток. Все. И вот такая замкированная в пояс арматура точно не даст двинуться стропильной ноге. Так как Жигули у нас длинномер, вот таким способом мы привезли бруски для обрешетки, контрабрешетки на арматуре. Мы все время возим. Вот так это выглядит. После того, как забиваем арматуру, мы наращиваем высоту стропилины бруском 50 на 50. Вон они стоят. На всю длину стропильной. Для того, чтобы утеплитель закладывать туда 150 и был вензазор. И вот сегодня мы все вот эти и все вот те пробили арматуринами и половину сделали, уже нарастили бруски. Завтра вот перестали леса и пойдем двигаться туда, делать то же самое. После чего начнем делать пленки, обрешетку, контрабрешетку и прочее. Ну все. Стропилку сделали. Можно делать замеры, заказывать доски. Теперь сразу говорю всем. Вот так как делаю я, так делать не надо. То есть смотрите. Я запилил больше чем наполовину. Вот здесь. Видите? То есть я потерял больше пол сечения доски. И так же там и даже до конца их не хватает. Почему? Объясняю. Потому что у меня были такие балки, которыми я подпирал СМП. Понимаете? И у меня их было настолько много, что я сделал всю стропилку и у меня еще эти балки остались. То есть у меня было 308, должно быть 3,35. И поэтому я так сделал. Ни одному заказчику я бы так не сделал. Это неправильно. Но так как я это делаю я себе, тут всего лишь стропильная нога 3 метра вот от этой точки. 3 метра до той точки. На таком маленьком пролете сечения 150 на 50 хватит. И даже если полностью... Короче, даже вот этого сечения хватит. А вот этого хватит и подавно. Поэтому не смотрите, что делаю я так. Не повторяйте за мной. Это я сделал для экономии бюджета. Для радости инвестора. Эта стропилка неправильная. Нужно зарезаться так, чтобы вот эта точка была вот здесь. И работало все сечение доски. Поэтому не повторяйте за мной. И у меня это решение оказалось вынужденным. Понимаете, да? И так же не делайте марлат на таких закладных. Делайте на шпильках. У вас же не 50 градусов. Это мне надо было обязательно залить, накрыть пленкой и шпильки мне мешали. Не надо никаких арматур забивать туда, как сделал это я. Сделайте шпильки номер 12 с шагом где-то 500-600 миллиметров. И это будет надежно. Но тут принимал решение я. Я принял решение на 12-х арматуринах забитых в армопояс анкировку стропильных ног. Ту час работ по крыше, в которую входил монтаж пленки и большая часть монтажа обрешетки мы не снимали. Поэтому ее в видео не будет. Вот вид сбоку нашего дома глухой нашей стены. Здесь почти 6 метров. Леса, леса и маленькая лестничка. Вот так мы залазили. А Тема изнутри стоял на лестнице и все мне помогал. То есть изнутри этажа. И таким способом мы все натянули пленку и прочее, прочее, прочее. Вот здесь у нас маурлат. Смотрите. Маурлат монтировался по рубероиду. А тут была натянута пленка, которая не давала бетону высыхать. Это все надо срезать и вот так вот запенить. Вот видите? Вот это я сейчас срежу и запеню, чтобы при гуляющем ветре под маурлат не загоняло и не было мостика холода. Но изнутри я запеню и заштукатурю. Вот это так выглядит. Все. Подрезал, пленку скинул все подготовил для монтажа вот такой доски. Итак, когда уставляете крайнюю доску, она должна быть четко по уровню к плоскости стены для того, чтобы вам потом сюда капельник накрутить и чтобы он перешел отсюда сюда. Еще раз показываю. Все, это сделать не обязательно. Продолжение следует... И вот так вот мы используя доску шаблон вот эту собираем обрешетку с шагом 38 сантиметров а выпускаем в шахматном порядке то туда выпускаем, то сюда выпускаем, то туда выпускаем, то сюда выпускаем. Кусочки доставим, когда будем подшивать карнизные свесы. Погнала вот так два яруса лесов, потом лесенка и таким макаром мы забираемся на перекрытие, точнее на крышу. Здесь мы натянули, сейчас секунду залезу, подкройную мембрану металлопрофиль, типа она со склеивающимися стыками, которые сейчас ничего не держат. Мембрану натягивали вот с таким провисом, как это и положено делать, а не как барабан, чтобы посередине какая-то канавка возникала. До конька этой стороны сделали. Как мы не выставляли ровно плоскость крыши, все равно когда стропилины не калиброваны, кое-где приходится подкладывать, вон там, вон там, а кое-где не подкладывать. Особенно подкладывали на коньковый брус и на брус, который будет карнизным. Для того, что именно там больше всего видны косяки крыши, что она вот так гуляет. Со средними сильно не морочились. И все, на сегодня все. Вот. Стропильные части там остались, завтра вот туда переставим леса и оттуда сюда пойдем. Здесь придавили бруском 50 на 300, чтобы ветер не измочалил край нашей мембраны. На краю, конечно, пока не крепили, когда будем вот там делать карнижный свес, вот там же нарастим вот эти доски и к ним пристеплируем подкровельную мембрану. Доски 6,20, то есть нам хватало фактически от края и до края. Мы через одну выпускали туда-сюда в шахманном порядке, а вот эти каратыши мы нарастим тогда, когда карнизные свесы будем вот тут делать с лесов. Тогда и нарастим вот эти кусочки. Сейчас если их нарастить, они будут все равно туда падать. Поэтому нам для этого нужна общая доска, которая будет карнизным свесом. Эти каратыши будут упираться здесь на контрабрешет, точный брусок, стороны, на общую доску, которая будет подшивой коробов. А сейчас вы видите режиссерскую версию нападения подземного монстра слепешаного вона. Укороченную публичную версию вы увидели в видеошорт. Сейчас напало животное. Смотрите какая. Нас какой. Не переживайте, мы его убивать не станем. Мы его сейчас отпустим. У него зубы, гляньте. здесь он рычит. Мы тебя не будем убивать, ты лучше не трогай нас. Сейчас отпустим тебя. Сельхозвредитель, слепыш. Что, не хочешь жрать? Так. Сейчас выпускай. Выпускайте кракета. дайди уже нахер. Дайди. Текай. Текай. Слонил веточкой. Ляд, так он уходить не хочет, он хочет драки. Дайди уже нахер. Фу на тебя. Пошел отсюда. Дайди ты нахер от наших досок. Ляд, какая хрень. Все, короче, мы его оставляем в покое. Все, на два устройства снял на телефон на это. Вообще-то он уредитель, его надо убивать, но мы убивать никого не будем. Смотрите, это короста. Сюда залезла, оттуда вылезла, и смотрите, херачит наш. Слышите? Давай двигайся. Слышите? Он вот эту фигню перегрыз, завалил, затащил нору. Видите? Сейчас я прикрою с него с рта и выжил. Сейчас похарим мне. Короче, залезли. Представляете, где мы его выкинули? Он там залез и не парится. будет жить. На, бэчик. На, тёмэн бэчик. На, кури. Кури, если что. Это будет наш дрессирован. Мы про него будем сериал теперь снимать. Пока прерваем видео, до следующей серии, так как, как всегда, большой хронометраж. Господа, благодарю вас всех. Я набрал 100 тысяч с лишним подписчиков. Наконец-таки я заработал эту кнопку. Много лет я к ней шёл. Но это не моё достижение. Это ваше достижение. Именно вы более 33 миллионов раз посмотрели мои видео. И именно 100 тысяч из вас подписались на мой канал. Если бы не было вас, не было бы и этого канала. Огромное вам всем спасибо за поддержку, за постоянные просмотры, за добрые комментарии, лайки и репосты. Здесь плывёт предыдущая серия, а вот здесь продолжение возведения этой крыши. В конце напомню, делай хорошо, плохо, оно само получится. Если долго и нудно долбить в одну точку, то постепенно наберёшь 100 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok